Привет-привет-привет, песеры, с вами Морж. 19 августа у нас на календаре обновление небольшое и, естественно, пак эпиков. И я вам скажу, что давненько у нас такого пака не было. Прям все хороши. К ним мы сейчас перейдем. Что у нас по ивентам национальной команды и, в принципе, все. Это в ПВП и в ПВЕ. Аналогично национальной команды и, в принципе, все. Больше ничего интересного нам не завозят. Конечно же, самое интересное это эпики. Блин, вот я реально не помню, когда настолько действительно хороший пак у нас был, что все три игрока спокойно станут ваш основной состав. Само собой, кроме них еще у нас восемь усиленных карточек. Здесь я бы никого, к сожалению, не выделял. Разве что, разве что, ну не знаю, может его под сборную Германии. Но остальное, на самом деле, мне кажется таким дичайшим проходнячком. В принципе, как обычно, откроем 50 паков и, в принципе, как обычно, ребят, полезные ссылки в описании, в закрепленном комментарии. Моя группа в Телеграме, если тебе хочется новостей. Моя личка в Телеграме, если тебе хочется задонатить на мобилочку с российских карт. Ну и все остальные ссылки. Естественно, кроме Ютуба я сейчас публикуюсь и на других платформах. Дзен, ВК, Рутуб. Вот это все, потому что Ютуб, к сожалению, на территории Российской Федерации до сих пор работает через хрен пойми что. Ладно, переходим к игрокам, которых нам сегодня предлагают. Изначально Матеус, опорник, 85-й. Плюс, что хорошо, вы знаете, совсем недавно, ну, в принципе, относительно недавно, игроков сборных нам начали причислять их клубам, в которых они играли в тот момент. Поэтому Матеус у нас и от сборной, и от Интера. Матеус у нас качается до 103-х. Стиль-дирижер, значит, будет великолепный пас. В принципе, можно перекачать под ЦЗ. Но, ребят, с ростом 173, я думаю, вы на ЦЗ его ставить не будете. Великолепнейшие показатели в защиту, плюс отличный пас, плюс неплохая скорость. Но корпусом будет обладать середняковым. У нас изначально 77, ну, немножко прокачается, вы, я думаю, это понимаете. Стабильная физформа великолепна. По навыкам дальний, даже удар без подработки у него есть, хотя я уверен, что как опорник он будет крайне редко выходить на ударные позиции. Способности капитана не хотелось бы, но Матеус много лет был капитаном и Германии, и Баварии. Поэтому способности капитана, да, ему здесь нужны. 103 максимальный рейтинг, что я вам скажу, крайне годно. Мальдини, 22 года, приписан у нас к Милану. И стиль обороняющийся защитник. Ну, вот то, что я прям люблю. Ребят, Мальдини качается до 103 на левом защитнике. И это будет один из лучших левых защитников игры. Для меня самый лучший левый защитник игры, потому что я фанат обороняющихся. Если качать его по ЦЗ, ребят, по факту это 106. По факту это 106. В игре показывать не будет, потому что считают у нас неправильно. Но реально так и есть. А если впихнуть еще и тренера, который даст буст именно к защитным статам, то я думаю 107. Дребла присутствует. Пас присутствует. Статы в защиту по ЦЗ будут просто космические. Реально, пока я им еще не поиграл. Но мне кажется, это мета. Это мета просто вот и девать это некуда. Конечно же, стабильная физформа, что великолепна. Слабая нога идеальная. По навыкам. Пасы присутствуют. Опекун, перехват, блокировщик, подхат. Супер навык, вдохновитель защиты. Акробатический вынос, способности капитана, боевой дух. Тут ему верховое главенство добавить. И все защитные навыки у него будут. Итого, 103. Если качать на автомате по ДЛЗ. 106. ЦЗшник, а с тренером, скорее всего, 107. Короче, реальная мета. Реальная мета. Если ты хочешь максимально хороший состав, то, я думаю, он должен у тебя быть. Ну и чех. Вот такой вот чех без шлема. Приписан к Челси, само собой. 22 года. 196 сантиметров. Обороняющийся вратарь. Для меня, опять же, плюсик. Я люблю обороняющихся. Великолепные статы. Максимальная прокачечка на 103. Стабильная физформа. Замечательно. По навыкам. Три навыка. Ну, вы сами понимаете, у вратарей навыков много быть не может. Итого. Итого. Ребят. Мальдини чистейшая мета. Матеус с чехом. Просто все замечательно. Хотя чех, возможно, тоже будет метой. Я вам так скажу. Какое-то время чех был лучшим вратарем в нашей игре. До сих пор многие его используют. И... Ну, здесь надо потестировать. Да, я всегда говорил, что вратари это такое. У кого стоит, у кого не стоит. Ну, вы знаете мою эту фразу. Вот. Но мне кажется, что, в принципе, чех тоже, скорее всего, будет метой. Поэтому чех, Мальдини мета. Матеус прям очень хорошо. Лучше, чем хорошо. Крутейший пак. На самом деле. 50 пакетиков я открою. Посмотрим, кто мне из этого всего выпадет. Но любой из этих игроков спокойно станет ваш основной состав. И будет приносить вам радость, собственно, на поле. А мне тем временем выпадает мой землячок цыганков. С первого пака. Естественно, он мне не нужен. Мне... Скажем так. Если ты играешь в PES даже уже пару месяцев. То тебе обычные карточки не нужны. Ну, а если ты играешь, как я, да. С самого... С самого старта. С альфа-версии. Потом бета-версия была. С 17-й части. То, понятное дело... О! Стоп! Я чё-то пропустил. Я чё-то пропустил. Я не думал, что здесь будет какой-то специальный игрок. Но здесь мне, мать его, выпадает Матеус. Ну, здравствуй. Здравствуй. Здравствуй, Лотар. Я тебя... Ну, хотел, да. Почему бы и нет? Хотел я тебя. Лотар Матеус мне выпадает. За сколько? За три крутки? Слушайте. Прошлый мой покупок у них был. Я за 30 круток забрал всех. Сейчас я за три крутки забираю уже Матеуса. Может, в этот раз мне опять повезет. Очень бы хотелось. Так, стадион чёрным горит. Нет, ну там белое внутри. Вряд ли мне кто-то здесь выпадет. Здесь выпадает какой-то Боря. Ну, ладно, Борис. Заходи. Заходи, так сказать. Я тебя всё равно квикну. Поэтому недолго ты в моей команде пробудишь. Ой, чё-то я заговариваю. Нет, действительно, сегодня хорошее настроение. Отличная погода за окном. В принципе, несколько дней у меня видео не было. Я отдохнул. И поэтому всё супер. Десяточка полетела. Зелёным горит стадион. Никаких красивых огоньков мне здесь не показывает. Поэтому, скорее всего, никого. Но иногда вот сейчас... Иногда вот на этом моменте, короче, меняется на жёлтое. Но здесь не сменилось. Да, выпадает у меня спецкарта. Это... Слушайте, я даже читать это не буду. Я даже читать это не буду. Потому что я не знаю, что за символ идёт вторым. Какая-то смесь А и Е... Ну, дай бог тебе здоровья, короче, человек. Вот, дай бог тебе здоровья. Твою фамилию. Я не хочу коверкать. Я даже не представляю, на самом деле, как она должна читаться. Ладно. Соса мне выпадает. Канами мне намекает, что, возможно... Возможно, по копанингу будет не то, чтобы сильно удачный. С другой стороны, один эпик мне уже выпал. Когда мне выпадал Дисоси, я сразу понял, что... Дусосать, в общем. И ничего мне хорошего не даст. Ладно. Три пака ещё мы по единичке открываем. Блин. Хотелось бы, на самом деле, всех троих. Вот, действительно. Стоп. Лукако у нас в Челси вернулся, да? Уже со значком Челси. Чё-то я в последнее время как-то не очень слежу за футбольными перипетиями. Так, самое громкое до меня, в принципе, доходит. А такое, ну, не всегда. Лукако снова в Челси. Ну-ну. Ну-ну. Интересненько. Чё-то, мне кажется, они его сольют достаточно скоро, потому что, ну, лично моё мнение, Лукако просто по стилю для Челси не очень подходит. Сидорчук мне выпадает. Что, снова мой земляк? Да, да, снова мой земляк. Земляк, которого тоже придётся отпустить. Ладно. Десяточка полетела. Давайте посмотрим. Может тут, может Мальдини всё-таки. Может Мальдини. Но стадион как-то печально горит белым цветом, и мне это не нравится. Хендри мне выпадает. Шотландец. Не то, что мне хотелось бы. Ладно. Пятёрочку ещё добавим. Почему бы и нет? Так, в принципе, в принципе, в принципе, можно было остановиться на третьем паке. Да, поймал Эпика, и всё. Миссия выполнена. Но всё-таки отсюда хотелось бы, на самом деле, забирать всех. И, наверное, это один из редких паков, где действительно все трое спокойно станут в ваш основной состав. Не часто это бывает. Обычно, вы знаете, у нас пак делается, типа, один имбовый персонаж, один хороший персонаж, и один такой, не пойми шо, не пришейк, куда, я думаю, вы понимаете, рукав. А здесь? Здесь все три прям хорошо. А может быть, Канами всё-таки считает, что кто-то из них, два из них, это плохо. То есть, ну, Мальдини, то, что Мальдини и Мбая, тут спорить вообще, я думаю, бессмысленно. А вот если определяться, Матеус и Чех, кто из них хорошо, а кто из них хуже, чем хорошо? А я не знаю. Своё мнение вы, само собой, можете написать в комментариях. У меня, тем временем, пролетает следующая десятка, мне выпадает ампаду опорник. Слушайте, а по-моему... Он же центральным защитником когда-то был, нет? Вот, я ошибаюсь, по-моему, он был центральным защитником в Челси, подавал какие-то там неимоверные надежды, что прям супер-мега-топ игрок будет, вот. Может, я, конечно, путаю, но, по-моему, это он. По-моему, это он. Тем временем, мне выпадает какой-то японец, крайне недовольный Маеда из Селтика. Кстати, замечал за Селтиком, что-то они любят азиатских игроков, в Селтике достаточно много азиатских игроков играло. Так, здесь у нас ничего, здесь у нас ничего. У меня, тем временем, остается сколько там? Три попытки, по-моему. И что-то мне больше никого давать не хочет. А так хорошо с третьего пака Матеуса нарисовала. Хаверц. Я думаю, у вас есть его спецкарточка, когда у нас были шоу-таймы Арсенала. Я проводила просто, практически все взяли Хаверца. Остальные просто не особо нужны были там. Выпадает Тони и последний пак. Ну, давай, вот возьми мне сейчас и Мальдоса насыпь. Но Мальдоса мне не насыпят, судя по белому цвету стадиона. Что ж, хочется сказать, что ж. Я рассчитывал на двоих. Я рассчитывал на двоих, тем более Матеус выпал мне очень быстро с третьего пака. Но, к сожалению, пока что Мальдини и Чехт мне не дропнулся. Если отвечать на вопрос, буду ли я их докручивать, ребят, да, буду. Потому что, блин, на самом деле, очень-очень нечасто бывает такой пак, где ты забираешь любого из троечки, и любой из этой троечки становится твой основной состав. Пиши, открывал, не открывал. С удовольствием тебя поздравлю. Если тебе дропнулось все дешево, быстро и все. Если не дропнулось, естественно, выскажу сожаления. Ну, а что поделать? Если нужны монетки, личка в Телеграме. Если нужны новости, просто мой канал в Телеграме. Все по стандарту. На этом, ребят, прощаюсь. Хорошей всем рабочей недели, кто работает, ну, а кто не работает, студенты всякие, школьники. Вам хорошего отдыха. На этом прощаюсь. С вами был Морж. До новых встреч. Пока. Пока.